Природа не терпит пустоты. В условиях бесхребетности политических партий функцию кадрового резерва начинают выполнять другие организации, например, средства массовой информации. Новым пресс-секретарем главы республики назначен Алексей Фишев, известный журналист и телеведущий. В одной из приватных бесед со мной он как-то признал, что Оригус это не только телекомпания, но и политическая партия. Именно эту концепцию в свое время внедрил Лазарь Бартунаев, будучи руководителем этой телекомпании. Концепция вполне себе еще та. Журналисты пользуются не только известностью и популярностью, но и авторитетом и уважением у населения. Поэтому неудивительный, а скорее логичный кадровое решение нового главы Бурятии. Министром культуры назначен владелец и руководитель издательского дома информполиса Элма Дагаева. Членом Совета Федерации, сенатором от Бурятии была назначена Татьяна Монтатова. Сейчас она претендует на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Недавно назначен руководителем особоэкономической зоны Байкальская гавань, редактор сайта Today Алексей Тагашиев. И вот теперь новая новость Алексея Фиша в качестве главного лица и голоса рупора администрации президента. Здравствуйте! В эфире программа «Багдаев». Попытаемся разобраться в том, что происходит здесь. И сейчас у нас в гостях руководитель Льгунского фонда, наш известный Олег Булутов. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте, Бату! А как же с вашими общественными организациями-то быть? Не получается? Не выдвигаете вы из своих рядов таких ярких руководителей министров, вице-премьеров? Слабовато работаете? Вот вполне могли вы претендовать на должность министра по туризму? Ну, я думаю, что министерская работа – это же работа служащие. Мы должны подавать идеи. Но в свое время вы были в муниципалитете, я помню, да? В команде Айдаева работали. Я работал советником, я работал и начальником отделов. В общем, пробовал, но как-то в систему, видимо, не терпит. Особая стать нужна? Особая стать, покладистость, бесхребетность. Да, да, покладистость, бесхребетность. Ну, нужно, конечно, подстраиваться под систему, но так как мы не можем. Пробовали, но не можем. Приглашали, но, видимо, у нас есть свой путь. Олег, ну, насколько оправдана вот эта ставка на журналистов? Неужели это показатель кадрового кризиса, провала в этой области? Раньше все-таки существовала стройная система подготовки кадров, руководителей. Ну, а Алексей Цыгенов, к сожалению, вот пришел на разоренное поле во время 10-летней деятельности. Наговицына. Провалена кадровая политика? Ну, 50 на 50, потому что я думаю, что команды, конечно, нет. Он приехал один и вынужден искать здесь, из местных кадров, на кого он может опереться. Кто там более-менее владеет языком, владеет ситуацией, что-то знает там. И журналисты, это тот отряд, который общается с народом, знает какие-то проблемы, знают ресурсы наши в теме. И поэтому, конечно, я думаю, что вот он именно из-за нехватки кадров и пригласил их. Да, совсем, наверное, не случайно говорят, кто владеет информацией, кто владеет миром. Мы перейдем к вашей деятельности, Олег. Вы владеете достаточно большим пластом исторических знаний. Вот недавно вы вернулись из путешествия по миру, ездили по Латинской Америке. Владеете миром, владеете информацией. Вот какой основной вывод вы сделали из своих дальних путешествий? Очень большой вывод. Я еще раз убеждаюсь, что мы не только живем, у берегов Байкала мы являемся носителями мощнейшей культуры. Когда-то давно мы вышли 25 тысяч лет назад с берегов Байкала до следа Америки. Много веков назад мы дошли до Европы. Ну и, как бы сказать, наш народ уникальный. Что вы понимаете по словам «мы»? Мы. Кто это «мы»? Я говорю конкретно о бурятах. Так. О бурятах, о бурятских племенах, о ранне-бурятских племенах. Прото-бурятах. О прото-бурятах. И о бурятах Средневековья, и о бурятах древнейшей истории. Ну вот о них я и не знаю. Вот 14-15 октября вы отмечали 2541 год по хунгскому или гунгскому календарю, когда был совершен первый победоносный поход в Китай хунгских племен. Вот недавно мой друг и товарищ Юрий Батоев прислал сообщение на своем посте в фейсбуке, личной страничке, что там у них тоже свой календарь. У них 2581 год. А получается у хунгов... 2842 год, если будет теснее. Да, намного до 300 лет старше хунгский календарь, чем даже у тайцев. Ну конечно, конечно. Это с времен первого похода мы четко определяем, когда китайцы записали, что в 822 году к нам пришли хунгу. С этой вот даты мы четко знаем, что у нас был первый поход в Китай. И мы ведем свое летоисчисление с первого похода. Не с рождения какого-то человека, а именно с времен первого похода наших предков в Китай. Все понятно. Вот как современная все-таки историческая наука относит бурят к хунгу? Все-таки я читал истории бурятий советских авторов. Они говорят, что хунгу были пришлым племенем, чуждым местным племенам. Что местные племена были все-таки под оккупацией, они безжалостно эксплуатировались, уничтожались, были поробещены. А что хунгу жили, значит, отдельными крепостями, в том числе у нас здесь в городище, да, хунгу. Все-таки были чуждым племенем, писали советские историки. А сейчас современный взгляд, современных ученых какой? Ну, советские историки не знали бурятский язык. А в бурятском языке написано хунгу. Мы же себя называем хунгу, буряты, хунгу. Значит, мы говорим о себе, мы говорим о своей истории. Если бы они изучали и культурологию, и как мы разговариваем, тогда бы они четко знали, что мы всегда себя называем хунгу. И вообще у бурят сохранилась традиция. По буряту скажу, хэн хумболодьявары, то есть стань хорошим человеком. То есть хунгу, это все-таки была местная аристократия, надо признать. Это человек, да. Военизированная аристократия, то есть дворянство, рыцарство. Да, военные племена с военной аристократией. Конфедерация племенорская. Недавно я с интересом наблюдал за теми постройками, которые вы осуществляете все-таки на гуннском городище. Вы начали восстанавливать древние эти строения, но общего, в общем-то, с бурятскими юртами они не имеют. Хунгу жили в землянках, углубивших землю, какие-то дома непонятные с крышами. У бурят же не было этого. Мы жили в войлочных юртах. Народ войлочных юрт. А они были оседлыми, они занимались земледелиями. Образ жизни у хуну был другой, чем у бурят. Как у кочевников. Архитектура меняется в АТО. И я хочу сказать, что избы, избы в земле, землянки так называемые, это раннее произведение нашей архитектуры. И все, что сделано, двухскатные крыши, крыши полукруглые, как юрты сейчас выглядят. И поэтому вся архитектура, которая здесь именно, это наша архитектура. Это наши избы, это наши юрты, это наши хоганы, это наши шатры. Вот такая архитектура. Хуны жили по побережью Ангары. И все-таки западные наши буряты, они сохранили, надо сказать, что... Да, они очень... Эту архитектуру, ведь деревянные юрты были, правильно? Деревянные юрты. Восьмиугольные и так далее, и так далее. Деревянные юрты. То есть, надо признать, что в архитектуре бурят сохранился отголосок древнего времени. Вот так нужно отвечать, Олег. Это факт, это факт, конечно, я же, я вам и объясняю, что так и было. И потом нужно учитывать, что с восьмого века до нашей эры, до сегодняшнего времени, резко изменился что? Что изменилось, Олег, за это время? С восьмого века? Вы читали, Вумилева Николая? Что изменилось? Вот давайте я проверю ваши знания. С восьмого века наши? Да, в своей монографии Хуны, что он описывает? Что изменилось на территории Бурятии, кардинально повлиявшей на образ жизни местного населения? Ну, климат, конечно... Совершенно верно, совершенно верно. Даже в период Чингисхана климатические условия были другими. Климат начал резко меняться примерно где-то в шестнадцатом веке. Стало более холодно. Значит, условия стали невозможными для земледелия. Поэтому именно в Замайкале все перешли на новый вид хозяйственной деятельности. А именно скотоводство, правильно? Наматное скотоводство. Другое дело, что в Иркутской области, Иркутские буряты сохранили... И земледелия, и скотоводство. И оседлый образ скотоводства, жизни они сохранили. Правильно? Бурятская пословица говорит, самое лучшее мясо на ребрышках, самая лучшая земля между гор. И вот между гор, где жили, эти долины, когда мы занимали, именно была самая плодородная, самая лучшая земля. Не надо было бегать за скотом, не надо было бегать за баранами. Они сами послезли, где надо, летом в одном месте, зимой в другом. Вот я, наблюдая за теми построениями, которые вы делаете, все-таки я вижу, что вы используете электрическую пилу, современные инструменты. Между тем, вы на Западе посмотрите, когда восстанавливают древние строения, стараются держаться аутентичных способов производства. Я, кстати, высказал это свое мнение у вас на странице в Фейсбуке и получил поддержку. Как вы намерены все-таки максимально приблизить строительство домов к тем способам производства, которые имели место быть 2500 лет назад? Все правильно. Когда ты рубишь топором, дерево лучше сохраняется, чем когда ты пилишь пилой. И почему наши предки все делали топором? И мы стараемся переходить над топорами. Но плотников нет уже, люди отвыкли у нас уже работать топором. Нету плотников. Все сейчас собирают только как лего. Дома, брус, очень просто, и люди перестали творить. Они просто тупо строят дом, строят из него. Но буряты всегда отличались своей культурой строительства домов. Они же помогали всем строить дома. Бурят. Лучшие плотники. Да, я часто в качестве журналистов выезжал в наши семейские села. У них тоже традиция какая. Они, когда рождался сын, заготавливали лес, сосны и оставляли сушиться 20-30 лет, пока молодой человек не создавал семью. Человек женился, и они строили дома. И эти дома по 300-350 лет. Это настоящая история, дыхание истории в наших поселениях, в бурятских, в семейских. Ну, зашел ты в лес, ты же должен попросить, не валить лес, как сейчас валят. Пришел, попроси, одно дерево взял, срубил, сложил. Вот сколько лет они собирали эти деревья. Вы представляете, чтобы поставить дом? Это же была культура. И в бурят так же было. Не ломай веточку, сломай шрук. Мы даже, нужно нам снять фильм, наверное, может быть вместе, о том, к чему привело уничтожение леса у нас. К чему привело уничтожение рек, к чему уничтожение обули. Все мы даже можем снять с вами фильм. А я вам скажу, к чему это привело. В Бурятии отмечено взрыв бешенства среди диких животных, которые нападают на домашних животных. Семь районов сейчас объявлены в зоне бедствия по бешенству. У нас Улан-Удэ стоит в зоне риска бешенства. Из леса это может переметнуться на бездомных собак и кошек, которые могут напасть на детей, на людей. И это может передаться вообще людям. Вы знаете, что бешенство неизлечимо. Если вовремя не обратиться, человек стопроцентно гарантированно умрет. Вот чем сейчас отзывается наше бесчеловечное отношение к природе, к своим ресурсам, к лесу. Волки нападают на домашних животных. Говорят, есть факты нападения на людей. В Тункинском районе пропал мужчина, скорее всего его загрызли волки. Сама природа вопиет о том, что остановитесь, люди. Обратите внимание на природу. Поэтому нам, наверное, очень важно обратиться к опыту наших предков, тех же хунну исторических, да? Историческую память, генетическую память, которую мы с вами несем, и ответственность перед которыми лежит на нас, новом поколении. Согласны? Я хочу через вас еще донести, конечно, до правительства. Если мы сейчас не одумаемся, если сейчас мы не будем проводить уроки с первого класса о том, что нельзя рубить лес, нельзя копать землю, нельзя вытаскивать нефрит или золото отсюда, с этой священной земли. Тогда все, тогда нас ждет уже полный коллапс. Мы придем к тому, что к точке невозврата. Это уже будет сто процентов. Я же хочу поделиться с уважаемыми телезрителями своими впечатлениями от поездки. Мне посчастливилось два этих последних месяца побывать и в Китае, и во Вьетнаме. И знаете, я какой вывод сделал из двух коротких поездок за границу? Что в Бурятии уникальная, аутентичная культура. Если во Вьетнаме во время колонизации французами были уничтожены все буддийские монастыри, все буддийские святыни, субурганы, ступы, молельные места, вся культура этническая была уничтожена, добавок, американцы все это дело разбомбили. И вьетнамцы только сейчас начинают возвращаться к своим истокам, восстанавливать свою традиционную культуру. Только сейчас! То у нас все это имеет глубочайшие корни. Вы посмотрите на наши датсаны. У них столетние истории. Мы не подвергались геноциду и уничтожению со стороны Российской империи. Буряты, по сравнению с Юго-Восточной Азией, я сделал вывод, в благоприятных условиях имели возможность развивать свою культуру, сохранить ее и передать своим потомкам. Поэтому я считаю, что Бурятия не менее уникальная культура, чем в странах Юго-Восточной Азии. И это должно привлекать. Мы должны это понять. Не надо искать чудеса в заморских краях. Оно здесь, под боком. Тот же Ивалгинский датсаны. Это настоящее чудо. Реликвия, святыня и так далее. Мы все это должны поднимать и преподнести миру. И это будет иметь колоссальный успех и потребность. Тот же ваше гуннское городище. Правильно? Или я не прав? И вы получаете отзыв и поддержку со стороны власти. Очень важно нам донести эту мысль для властей. Правильно? Или нет? Донесем. Я думаю, что донесем. Долго доносите. Вот сколько вы 20 лет уже бьетесь, значит, как рыба об лет с этим гуннским городищем. Слава Богу, я понял, вы нашли поддержку у нового мэра города Улан-Дель, Александра Михайловича Голкова. Поддержал он вас в этой идее? Он всегда нас поддерживал. Он и день древнего города мы восстановили, и гуннские фестивали проводились. Но я считаю, что поддержка нужна еще сильнее. Потому что нельзя останавливаться. Если мы один шаг сделаем, надо делать и второй шаг. Потому что гуннское городище, оно может реально стать туристической зоной. То есть точкой прорыва, как они называют, точкой роста, которая будет привлекать тысячи туристов из-за рубежа, в том числе из Европы. Где интерес к древней истории сейчас очень большой. Европа, Корея, я уж не говорю про Монголию. Все будут ехать в город, в нашу древнюю столицу. Другое дело, что наши буряты, наши бурятские чиновники, я знаю о том, что неоднократно вы инициировали передать территорию гуннского городища в город Улан-Дель. А кто препятствовал? Бимба Дембрылов, наш с вами бурят, соплеменник, да? Будучи главой Иволгинского района, ну, сделал все, чтобы этого не случилось. Я скажу, как было. Расскажите. Я скажу, как было. Наши чиновники подали, ну, один не понял другого, подали запрос не передать, не просто передать гуннское городище, сам участок, город Гуннов, вот эту особо охраняемую территорию. А именно передать поселье, передать нижнее иволгинское поселение, все, целиком. Но получался, иволгинский район у нас маленький. Если бы перешло городу половину иволгинского района, тогда бы не стало иволгинского района. Ну, конечно, тогда депутаты сказали, мы против. Неправильно был поставлен вопрос. Нужно было саму территорию города Гуннов передать городу, и все. А тут мы захотели, чтобы взять половину иволгинского района. Конечно, депутаты иволгинского района отказались. Так они мне объясняли. Мы же маленький район. Поэтому мы не можем увеличить, как бы, историю города, ее в хронологическом порядке. Мы отметили, сколько, 350 лет. Это молодой по историческим меркам город Гулава. Это молодой район старого города. Да, по большому счету мы можем претендовать на, сколько, на двухтысячелетие. Не менее двухтысячелетия. Стать одним из древнейших поселений в масштабах России. И мира. И мира. То есть это ровесница древнеримской империи, фактически. Да. В времена Цезаря и Помпея. Если так, чтобы вы знали. Да. Как вы видите выход из этой ситуации? Выход простой. Попросить еще раз иволгинскую администрацию выделить территорию города Гунов. В территорию города. Это, наверное, без вмешательства все-таки высшего должностного лица главы Бурятии невозможно. Нашли ли какой-то контакт, поддержку, понимание со стороны нового лидера Бурятии? Я думаю, что сейчас ведутся, напрямую мы не разговаривали, не встречались. Сейчас ведутся, видимо, какие-то кулуарные вопросы. Но я постараюсь донести до руководства, что вот работа идет. И сейчас мы делаем план мероприятий по восстановлению 50 домов на территории города Гунов. Территория уже отведена, и сейчас она выводится под тренингационную зону. А кем финансируется это строительство? Все-таки это не копейки? Это будет народная стройка. Народная стройка. Мы будем привлекать наших неравнодушных граждан именно к строительству своего города, своей древней столицы. Вы всегда меня поражаете своими костюмами. Как-то на один из эфиров вы пришли в древне-гунском халате. Мы с вами в эфире накануне гунского Нового года разговаривали. Сейчас у вас какой-то значок необычный. То ли двуглавый орел, то ли просто орел. Что это за символ у вас? Это называется чокер. Чокер, и вот он носит хунгары, носит древние индейские племена. Но все произошло отсюда. Это защитное украшение шеи. Что изображено? Чокер. Здесь орел. Здесь орел. То есть древний ордынский степной знак. Древний ордынский степной знак. Которая переняла Российская империя, наследница Монгольской империи. Это тюркский знак, да. Наши знаки, наши символы всегда здесь ордынский. Я с очень большим интересом наблюдаю за различными вашими инициативами. Отношусь, я вам прямо скажу, и это я всегда вам в лицо говорил, неоднозначно. Недавно, 19 января, в Национальной библиотеке, вы провели второе племенное собрание булагатов. Ну что это за раскольническую деятельность вы проводите? Вы что хотите булагатов оторвать от бурят, сделать их отдельной этнической группой, как в свое время сделали с айотами? Ну что за раздробительную племенную тройболистскую политику, Олег, вы проводите? Я хочу сказать вам, что спасибо вашей передаче, и вообще спасибо тем людям, которые поднимают этот вопрос. Тройболизм, разделение, землячество, варки, это все наконец-то пробудило нас. У нас чувство самоопределения, мы все-таки наконец-то пробудились, и все-таки решили стать тем, кем мы есть. Я хочу стать своим же булагатом, я хочу вернуться в свое племя, я хочу жить своим родом, я хочу собрать своих соплеменников, я хочу, в том числе и Лазаря Бартунаева, который является тоже булагатом. И я, папа-родедушки, тоже богат. И с радостью, я думаю, что войдет в нашу организацию. У меня булагатская фамилия, но не хочу я возвращаться в эти родоплеменные отношения, а вы хотите народ ввергнуть в эти пережитки, которые уже все остались далеко, позади, вперед надо смотреть. А не жить с повернутой обратную сторону головой. Мы только начнем хорошо жить, если мы вернемся в свои племенные отношения. В свои юрты хотите вернуться? Почему не в юрты? Вы хотите вернуться в институт наенства, даргизма? Дарганизм, архиншизм и нуголизм – это три самые вещи, которые появились сейчас. Раньше этого не было. В старые времена этого не было. В старые времена мы жили в законах с природами. Давайте переведу то, что вы сказали. Дарганизм – это наенство, да? Да, наенство. Наши юртские буряты как раз-то и передовые в этом отношении. Идира Шагдарова – передовик в бизнесе. Извлекает прибыль. Зарабатывает 17 миллиардов рублей в год. Что в этом плохого? Делает много благотворительной деятельности. Занимается. Нет, она занимается, предпринимается. Извлекает прибыль. А что в этом плохого? А вы называете это нурголизм? Нурголизм? Нурголизм, да? Ну, у нас говорят нугол. Но грех. Но грех, грех. Грех? Грех нет. Это и грех, это и с другой стороны… Ростовщичество – это да, грех. Оно осуждается всеми религиями. Но предпринимательская деятельность. Всю жизнь западные бурята занимались торговлей, купечеством, жили на чайном пути. Шелком торговали. Всегда торговали. Всегда торговали. И вы это называете нурголизмом. Но торговцы не были в элитном обществе. Все понятно. Они не были в элитном обществе. Слишком много тем мы затронули. Есть повод еще раз встретиться, обсудить это поподробнее. Но у нас сегодня в гостях был лидер гуннского фонда Олег Булутов, который сказал, что… Даргенизм, то есть чиновничество, археизм, пьянство и нурголизм, то есть торговля, не были в почете у бурят. Но что в почете у бурят сейчас, все мы с вами знаем. Надеемся на лучшее, тем не менее. Впереди у нас с Агалгом. Всем здоровья, счастья, удачи. Не забывайте о своих корнях, потому что именно корни держат нас с вами на этой земле, в этой жизни. И племя. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин